Приветствую вас, и в первую очередь вам нужно понять, что человек, ваш партнер, играет в игру, целью которой сделать вас виноват. Целью которой является самоутверждение, возможно, за ваш счет, целью которой является образование у вас чувства долга, или образование у партнера, право что-то с вас требовать. То есть, грубо говоря, партнер, не позволяя вам ничего делать по дому, после может предъявить вам претензии, потому что вы ничего не делаете. Согласитесь, довольно удобно, а может быть даже неприятно. Неприятно для вас, удобно для него, для партнера, я имею ввиду. И почему человек играет в игру подобного плана? Потому что только так он может выстраивать отношения с вами, например. И это первое, что нужно понять, что человек боится близости, у него страх близких отношений, настоящих отношений, искренних отношений. И это заставляет его играть в эти игры. Что нужно сделать вам в этой ситуации? В этой ситуации вам необходимо в первую очередь самостоятельно делать то, что вы считаете нужным. То есть, определить свои мотивы, свои цели данного поведения, в том числе и предложение помочь. Помочь предложений помочь по дому. Иначе говоря, для чего вы предлагали помощь по дому? Для чего вы начинали делать что-то по дому против воли партнера? Зачем? Зачем? С какой целью? И, соответственно, чего вы хотели от своего партнера, после того, как вы перестали ему помогать? Вот с этим нужно сперва разобраться. А уже потом будет понятна ваша ситуация. Вопрос, как быть, решается следующим образом. Как быть, чтобы что? Как быть, чтобы добиться чего? Как быть, чтобы получить что? Старайтесь ответить себе на этот вопрос. Если хотите наладить отношения с партнер, сохранить семью, нужно узнать потребности и желания человека. Чего он хочет? Что ему нужно? И так далее. Какие у него цели? Какие у него представления, в конце концов, о том, какой должна быть семья и так далее. Если вы хотите, чтобы вам было хорошо, стоит подумать, насколько этот человек ориентирован на вас. Насколько вы важны для него. Я полагаю, что это не менее важная деталь вашего с ним взаимодействия. И четко обозначьте свои личные границы. Я это делаю для того, чтобы я этого не делаю, потому что я не желаю терпеть вред себе. Да? Ну, в той или иной ситуации. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете добавить их. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.